Каждый день приходится слышать, что законы в Беларуси не работают. Каждый день со всех щелей льется чернуха про избиение, хапуны, штрафы и сутки за белочервоную-белую символику. Да и за просто так. Каждый день говорится о том, что Конституция попирается, что от нас ничего не зависит, что все бесполезно и справедливости не будет до тех пор, пока Лука не покинет нас. А как только он нас покинет, будут соблюдены все права и наступит торжество справедливости. Остается маленький, но гаденький провокационный вопрос. Люди, а вы Конституцию давно читали? Вы вообще в нее когда-нибудь заглядывали? А давайте-ка заглянем в нее еще раз. Статья 2. Конституция Республики Беларусь. Человек, его права, свобода и гарантия их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Так? Так. Кто-нибудь может поспорить с тем, что сотрудники милиции ОМОН являются частью государства? Не думаю. Между тем, именно эти сотрудники, спрятавшись за балаклавами, являются представителями государственной власти, реализуют всеми фибрами своей души, дубинками, берцами и гранатами высшую ценность общества. Они причиняют человекам пользу и наносят благополучие. Возможно, вы очень сильно удивитесь, когда узнаете, что все действия сотрудников милиции полностью одобрены всеми нами и каждым из нас. Да-да. На словах «мы возмущены до глубины души и бьем копытами», а на деле, по факту, каратели действуют так, как действуют. Даже не с отобрения, а по нашему прямому указанию и с нашего согласия. Чтобы в этом убедиться, открываем и читаем статью 3. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно через представительные и иные органы в формах и пределах определенных конституций. Все честно. Для того, чтобы понять, надо хотя бы попробовать разобраться со своими школьными заблуждениями и попытаться вникнуть и осознать, что такое право и что такое власть. Вы хотите жить в европейском варианте Северной Кореи? Вы хотите, чтобы ваши дети были бесправной едой для социальных паразитов? Или вы хотите, чтобы вашей судьбой и вашей жизнью распоряжался пастух? Тогда ни в коем случае не посещайте лекции по живому праву Дмитрия Ермака, не слушайте Олега Жилнова, не подписывайтесь на телеграм-канал «Мы не холопы». И продолжайте наслаждаться избиениями и издевательствами на главных медиаресурсах и ждите принца на белом коне. Продолжение следует...